Друзья мои, всем привет! С вами Дима и сегодня у меня будет обзор планшета Blackview Tab 18. Именно так он называется. Большой крутой планшет. Сейчас продается со скидкой на распродаже. Купить его можно примерно за 19 тысяч рублей. Продается в трех цветах. Это серый, темно-серый, это голубой и еще зеленый. Вот эти два цвета похожи. Немножко отличается оттенок. В общем-то, давайте посмотрим, что это за планшет такой за 20 тысяч рублей. Здесь много памяти и еще звук, походу, от Harman Arcsoft Camera. Короче, каких-то новых технологий. 24 гигабайта оперативка, но это с учетом расширения. 12 плюс 12. А внутренней памяти наверняка 256 гигабайт. Сзади написаны основные характеристики. 8800 батарея. Да, действительно, 256 гигов внутренней памяти. Камера 16,8 мегапикселей. Никаких тут 50, 64. И экран почти 12 дюймов. Сейчас, кстати, начался новый тренд у китайцев делать большие экраны 12-дюймовые. Ну, раньше было там 10,5 самый тренд. Сейчас почему-то все ударились вот эти здоровые экраны 12 дюймов. Потому что это реально круто, когда у тебя большой планшет. Ты можешь с кайфом посмотреть какой-то фильм. И что мы здесь встречаем? Первым делом здесь лежит большое защитное стекло на экран нашего планшета, который мы самостоятельно сможем наклеить без всяких там проблем. Дальше идет сам планшет, упакованный уже в чехол книжку. Такой вот чехол книжка, типа как из кожи. Здесь у нас тоже кожаное покрытие. Типа. Типа кожа настоящая. Логотип Blackview. То есть уже все упаковано, запаковано. Есть защита экрана, есть защита задней крышки. Плюс еще можно его использовать как подставку. Вот так вот его ставить. Допустим, смотреть какие-то фильмы. Хопа. Так вот его поставил. Все упало. На стол. И смотришь какой-нибудь фильм. Да? Раз, вот так вот. Все. Четко он фиксируется вот в этой прорези. Хопа. Вот такая вот подставочка получается. Ну ладно, давайте я его сейчас из этой подставки удалю. Из этого чехла. Еще в комплекте есть блок питания. Зарядка на 33 Вт максимальной мощности. Документики. Скрепка. Открыть сим-лоток. Это у нас наушники проводные с выходом USB Type-C. Вон он, выход Type-C. Тоже Blackview фирменный. И кабель USB Type-C. Слушайте, ну тут комплектация получше, чем у некоторых телефонов. По сути, есть все, что нужно. Чехол, защита экрана, быстрая зарядка, наушники. Да еще и на экране наверняка наклеена защитная пленка. А вот, да, да. Сперва показалось, что ее нету, но сейчас пригляделся, и она здесь присутствует. Вот она. Защитная пленочка на экране. Вообще супер. Вот это дают китайцы. Справа, точнее даже сверху, здесь кнопка включения. Как я понял, это сразу сканер. Сейчас проверим. И качелька громкости. Большая кнопка включения и немножко утопленная внутрь. Здесь у нас два выреза под динамики. С этой стороны тоже самое. Разъем для зарядки USB Type-C. Так, а вот разъема для наушников 3,5 мм нет. Задняя крышка металлическая. У меня цвет голубой. Такой легкий оттенок. Так, и здесь есть наклейка. Я надеюсь, сейчас я ее отлеплю без последствий. То есть не будет никаких следов. Не останется. Ну, почти, почти не осталось. Ну, по дизайну это простое устройство. То есть не сказать, что у него какой-то прям красивый дизайн или наоборот страшный дизайн. Нет. Просто самый обычный стоковый базовый дизайн. У камеры есть вспышка. У задней камеры тоже не всегда такое встретишь. Ну, и сим-лоток. Сим-лоток находится вот на этом-то, на этой стороне. Сим-лоток здесь поддерживает установку двух сим-карт, либо одной сим-карты и одной флешки. То есть это комбинированный лоток. Уже заляпал планшет. Отпечатки видите, да? Здесь отпечатки такие. Так, ну и все. Включаю. Включаю планшет, зажимаю кнопку питания. Удобнее его, конечно, держать именно вот так, по горизонтали. Ух ты, какой большой шрифт. Итак, ну что ж, я готов запустить планшет. Внимание. Раз. Планшет запустился. Давайте сейчас выставлю максимум яркости. GPS включился сразу. Так, смотрите. Ну, экран, конечно, завораживает. Экран очень большой. Кажется просто каким-то устройством, кажется вообще каким-то нереально здоровым, ярким, классным, сочным. Экран реально хороший. Мне нравится эта IPS-матрица. Но тяжеленький планшет из-за того, что он такой здоровый. Он тяжелый реально. Приходится держать двумя руками, прям так поддерживать. Потому что одной рукой очень тяжело становится его держать. Есть регулировка яркости адаптивная. То есть, есть датчик освещения здесь. Приятно. Можно вообще поставить на авто. И вообще просто не париться, чтобы он сам регулировал там. Даже не залазить в настройки. Очень удобно это. Есть переключатель в темную тему. Если вдруг вам не нравится светлый фон, можно переключиться в темную тему. Но могу отметить, что здесь все-таки не совсем она чисто черная, как рамка. Она здесь серая. Все-таки IPS-экран. И здесь черная цветопередача. Не такая, как у AMOLED-экранов. Где прям черный цвет очень глубокий. Очень такой настоящий. Можно применять шрифты. Чуть побольше сделать. Потому что, в принципе, на таком экране будет прикольно смотреться шрифты чуть больше. И даже есть еще некоторые шрифты вот здесь по стилю отличающиеся. Не просто по размеру, а чуть-чуть вот по стилю. Мне нравится самый стоковый, базовый вот этот. Да. Шрифты я поставил покрупнее. Также можно поменять масштаб экрана. Масштаб на экране отображающихся плиток, сообщений. Тоже, чтобы они были покрупнее. Во! Вот это другое дело. Вот это я люблю. Вот это реально планшет для любителей больших экранов. То есть здесь все такое крупное. Здесь можно поставить все на максимум, выкрутить. У вас будет просто большая, большие шрифты, большие значки. Все такое крупное, классное. Прям вообще кайф для глаз. Реально кайф для глаз. Итак, время отключения экрана. Через сколько он будет автоматически гаснуть. Очень большие регулировки. От 15 секунд до вообще никогда. Так, частота. Есть режим чтения черно-белый. Также здесь должен быть еще режим чтения, когда убирается синее свечение. Ночной режим. Функция ночного режима. Далее. Готово. Разрешить. Так, нет, тоже черно-белый получается этот режим. Надо поискать в настройках, чтобы он просто убирал синее свечение, не просто делал экран. Вот она, подсветка. Ночная подсветка называется, да. Вот, наконец-то я нашел. То есть по экрану... Вот мне не нравится, что здесь кнопки. Вот почему-то тоже сейчас стали так делать китайцы. Кнопки смещают в маленькую такую область с правой стороны. Раньше было вот здесь по центру, а сейчас они как-то справа. С другой стороны, может, это удобно, потому что ты держишь, и палец у тебя всегда вот здесь. А раньше всегда это было по центру. Да, слушайте, ну просто как-то сперва непривычно, что они все сгруппированы именно с правой стороны, и очень близко друг к другу находятся. Но вот сейчас я так подумал, что, может быть, это действительно удобно. Сидишь и так пальцем большим все переключаешь. И так, ну, в общем-то, вот такой экран. Да, здесь нет, к сожалению, регулировки частоты обновления. То есть здесь частота 60 Гц. Так, а что еще здесь можно поставить? А, ну и цветопередачу можно поменять. Вот. Да, и, пожалуй, все. Пожалуй, все. Есть функция записи экрана. Можно записывать, как вы в игры играете, какие-то гайды, как вы рисуете на этом планшете. Почему бы и нет. Ну и да, ну и все. Все, больше ничего здесь нет. Такой вот экран, IPS-матрица. В принципе, ничего плохого сказать не могу. Здоровый, яркий, насыщенный, классный. Давайте поменяю какие-нибудь обои, поставлю чуть посветлее, чтобы были видны рамки экрана. Вот. Единственная светлая обоина здесь, на которой будет видна рамка. Рамка самого планшета, вот эта вот рамочка. Рамка, кстати, мне нравятся закругленные углы. Я обожаю вот эти углы на закругленные на планшетах. Выглядит не так, что ли, агрессивно. А иногда бывает под 90 градусов угол, такой прямой. Смотрится не очень современно, а здесь уже закругленный. Смотрится прикольно, по-современному. Итак, что по процессору. Вот как выглядит меню приложений. Здесь можно сделать поиск по алфавиту. Кстати, работает это все на 13-м андроиде. О планшете. Doge OS версия 4.0 и 13-й андроид. Здесь указано, сколько у нас памяти используется. Можно добавить оперативку до 12 гигабайт. У меня сейчас плюс 7 добавлено. И все это на 13-м андроиде. Так, а где это написано? Что-то не могу найти. Где это? Где это? Где здесь написано, что это 13-й андроид? Вот версия андроид 13. Да, нашел. 13-я версия андроид и 4-я версия Doge OS. По процессору. Процессор здесь установлен достаточно тоже неплохой. Так, Antutu Lite. Нет, давайте сперва в AIDA64. Процессор Mediatek Helio G99. Восьмиядерник, который сейчас ставится повсеместно во все практически новые китайские телефоны среднебюджетного сегмента. 6 нанометров техпроцесс, 2 мощных ядра, 6 энергоэффективных, видеоядром Ali G57 и память UFS 2.2. Максимальная частота 2,2 ГГц. В Antutu он выдает примерно 400 тысяч баллов, 418 если быть точнее, особо не греясь при этом. Вообще на 1% у меня всего разрядился планшет во время прохождения теста и на 0% он изменил температуру. То есть был 29, так в конце теста 29 и остался. Греется, конечно, намного меньше, чем телефоны с тем же самым процессором. Здесь охлаждение лучше. Так, NFC-шка. NFC-шки здесь нет. То есть оплачивать у вас не получится. Но я думаю, мало кто расстроится. Но сюда можно вставить свою сим-карту. Вот самое главное, что он поддерживает сим-карты, поэтому можно спокойно вставлять сим-карту и кому-то, например, позвонить с этого планшета, отправить смс-ку, включить мобильный интернет и использовать его, в принципе, как телефон. Если вдруг что-то с телефоном случилось, кинули его с собой в рюкзак и все, будут проходить вызовы. Кто-то вам позвонил, вы его достали, приняли вызов, поговорили и все, и дальше пошли. То есть, в принципе, это можно использовать даже как телефон, это устройство. Но это, конечно, будет не очень удобно иногда. Вот, дальше. По железу еще что могу сказать. Ну, довольно неплохое железо. Мультитач здесь на 10 касаний одновременных. По скорости памяти здесь скорость памяти UFS 2.2, 670 мегабайт на чтение, 217 на запись. То есть, по производительности это хорошая машинка, которая даст вам и с комфортом просто посидеть в обычных приложениях и в игры поиграть. Может быть, какие-то профессиональные сюда приложения поставить, типа офисные приложения, там работа с таблицами, с Word документами. И все это будет здесь нормально ворочаться, тем более здесь очень много оперативки, здесь будет хорошая многозадачность. То есть, можно много приложений открыть одновременно и между ними переключаться. Вот как, кстати, выглядит меню многозадачности. Такой большой экран влезает аж целых 6 приложений, между которыми вы можете там переключаться. Такой вот троттлинг-тест я провел. У нас показало, что все-таки чуть-чуть троттлинг есть моментами до почти 15% падает производительность, но потом отрастает. И в целом график зеленый становится. Остается 170 количество максимальное гипсов, 147 минимальное. То есть, падение около 23 гипсов всего лишь. Так, сейчас попробуем поиграть в PUBG. Конечно, это совершенно по-другому игра чувствуется после телефона. Выставил максимальную графику, которую только смог, четырехкратную эту, как она, сглаживание. Вот. Высоко графика поставил, чтобы было высоко. Поставил плавный FPS. Ну и вот как оно играется. Здесь 4 динамика от Harman Kardon. 2 на каждой стороне. То есть, здесь 2 и здесь 2. Звук должен быть очень громкий, но я сейчас максимальную громкость не ставлю, потому что мне и половины будет достаточно. Так, ну и вот я приземлился. Весит планшет около 600 грамм. Да, поэтому лучше играть как-то, не знаю, оперев руки на стол, чтобы не в подвешенном состоянии, а хотя бы вот так на столе, чтобы руки были. Ай, ну блин, ну что ж так все быстро закончилось. Я даже ничего не успел сделать. Капец. Так, а вот так идут ролики блогера Dima Viper Live на YouTube. Если смотреть на весь экран, можно растянуть чуть-чуть картинку, и вот так это будет выглядеть. Конечно, вообще кайф смотреть ролики и видео на этом планшете. Прям одно удовольствие. Разрешение довольно большое. То есть, это 2К считается. Как бы они говорят, это везде 2К. Но по плотности пикселей это все равно меньше, чем у какого-нибудь телефона с Full HD+. Просто там экран в несколько раз меньше, он примерно вот такой будет, да? А разрешение плюс-минус одинаковое. Здесь это разрешение растягивается на большую картинку, но ничего такого, каких-то пикселей сильных я не вижу на экране. То есть, все равно смотреть картинку можно с удовольствием. Так, быстренько проверим камеры. Вот так выглядит приложение камеры. Здесь очень простой функционал, ничего лишнего. Фото, видео, ночной вид. Ночной вид это ночной режим фотографирования. Режим красоты. Это искусственный интеллект замыливает все ваши прыщики, все ваши морщины. И дополнительно здесь мы можем выбрать монохромные фотографии, черно-белые. Ручной режим и портретный режим. Все, больше ничего нет. Самое простое приложение. Максимальный зум четырехкратный. Видео снимается наверняка только Full HD. 30 кадров. А, нет, можно даже 2К снять. Ого. Но 30 кадров. И 4Х. Также при записи видео можно сделать зум. Фотографировать на этот планшет, честно признаюсь, неудобно, потому что вот надо вот так вот его направлять, а это тяжело фотографировать. То есть просто чисто физически даже неудобно его держать, чтобы что-то сфотографировать. Так, фронтальная камера. О! А фронталка, мне кажется, тут даже лучше, чем... Ух ты! Ну, хотя не, не. Показалось. Можно сказать, что такая. На троечку фронталка, но на честную тройку. То есть заслуженная тройка, реально заслуженная тройка. Даже вот волосы. Можно посмотреть детализацию некоторых волос. Хорошо отрисованы. Но в любом случае, если вы будете по видеосвязи с кем-то разговаривать, у вас будет Full HD картинка довольно хорошего качества. Такого приемлемого. Приемлемого. Никто не будет думать, что у вас какое-то супер древнее старое устройство, с которым прям стыдно даже выходить в интернет. Нет. Вполне нормально. Все видно четко. Детализация на уровне. Даже вот если близко пододвинуться к камере, можно какие-то отдельные волоски рассмотреть на лице. Вполне неплохо. Так. По фото, да, можно ли сфотографировать какой-нибудь текст, чтобы было видно детали. Во-первых, у меня вот такая вот фотография получилась моего плаката. И здесь сильно он не дает приблизить картинку. Но здесь примерно четвертая, наверное, строка снизу легко читается. Да и даже третья тоже легко читается. А вот первая и вторая уже не особо хорошо. Но хотя вторая вот можно еще рассмотреть. Но вот эта буква уже, например, просто черный квадрат. Вот тут тоже М как-то плохо прорисовано. Нижняя вообще плохо прорисована. Ну, такую фоточку я получил. Прикольное фото сам себя в зеркало. С таким большим-большим планшетом. Необычно, да. Привыкли, что с телефоном человек стоит. Маленький телефончик, а здесь такой большой-большой планшет. Как поднос для продуктов. Так, проверка максимальной громкости. Сейчас мы проверим эти динамики Harman Kardon, которые тут так сильно пиарят в этом планшете. Делаем максимальную громкость. Четыре динамика. Почти 90 дБ. Неплохой результат. Реально очень качественный звук. Мне нравится, как они играют. Можно с кайфом посмотреть фильмец со стерео. Либо просто какие-то ролики. То есть звук, естественно, здесь громче, чем на телефонах. И очень чистый, очень качественный. По поводу безопасности. Да, здесь есть такая фишечка, как сканер. Я бы, наверное, сделал, зарегистрировал бы палец именно левой руки, потому что удобно его держать вот таким образом. И левой рукой, пальцем большим левой руки, планшет разблокировать. Сейчас я попробую это сделать. Зарегистрирую отпечаток. Посмотрим, как он работает. Вообще на планшетах отпечаток редко встретишь. Здесь он есть. Ну или встретишь, но на дорогих, более дорогих моделях. На бюджетных таких редко ставят. Здесь его поставили. Ну, мне кажется, этот какого-то телефона того же взяли. Blackview. Так, регистрирую. Все так же происходит, как на телефоне. Палец прикладываю, убираю, прикладываю, убираю. Все готово. Теперь можно блокировать планшет и пробовать разблокировать. Смотрите. Раз. Все. Работает. Также есть разблокировка еще по лицу. Face Control называется. Тоже сейчас попробую настроить. Надеюсь, что так же все будет нормально, быстро работать. Так. Готово. Окей. Пробуем. Хоп. Да. Все. Все работает. Эй, батарея, дорогие друзья. Здесь 8800 мА. Вроде кажется, не так уж и много для такого большого планшета. На самом деле, это стандартная емкость для планшетов. Если планшет не защищенник, с огромной толщиной, то это в средне такая величина. И это неплохо. 12 часов работы они обещают при интенсивных рабочих нагрузках. И за час вы можете его зарядить быстрой зарядкой на 50%. Да, это, конечно, не сравнится со скоростью зарядки смартфонов, где за буквально 20 минут можно зарядить полностью смартфон от нуля до сотки. Но это большой планшет, большое устройство. И за час 50% это неплохо. Также они обещают 10 часов вебсерфинга, 9 часов просмотра видео, 9 часов игр. Это насколько хватит аккумулятора. 22 часа прослушивания музыки, 36 часов звонков и 18 дней в режиме ожидания. И, конечно, здесь есть GPS. Глонаус можно пользоваться им как картами. То есть можно подключить сюда. Можно использовать как навигатор этот планшет. В общем, такое получилось универсальное устройство, которое поддерживает сим-карты. Много памяти, много оперативной памяти. Неплохой процессор, который зарекомендовал себя в других устройствах. Ну, в первую очередь смартфоны вспоминаются. И, в принципе, довольно-таки качественная сборка, хороший софт. Просто нормальный планшет средней ценовой категории. Вот и все. Такое у меня мнение. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok